День защитника Отечества отметили и на московском вертолетном заводе имени Миля. Сотрудников и руководителей предприятия поздравил глава городского округа Владимир Ужицкий. В рамках праздничного концерта лучшие работники удостоились наград и почетных званий. 1135 военнослужащих, находящихся в запасе и в отставке. Из них только 441 офицер, а из этих офицеров 78 полковников и один генерал. Таким сильным и мужественным коллективом гордится Московский вертолетный завод имени Миля. На протяжении 70 лет здесь трудятся настоящие защитники Отечества. В этот праздничный день слова благодарности и глубокой признательности прозвучали прежде всего в адрес ветеранов предприятия. Они в наш коллектив принесли ту дисциплину, ту ответственность и, я бы сказал, ту надежность, на которой держится наш коллектив. Коллектив и руководство вертолетного завода поздравил Владимир Ужицкий. Он пожелал им дальнейшего развития и отметил, что для Люберецкого округам большая честь иметь на своей территории такое значимое предприятие. Все, что летает сегодня в России в плане вертолетов, оно произведено на Люберецкой земле. Либо на Камово, либо на Миле. Так? Так. Так. Поэтому тут ничего нового. И мы, конечно, этим гордимся. И вы знаете, что первый вертолет в России, он взлетел на земле Люберецкой. Вы продолжаете традиции вертолетостроения, за что вам огромное спасибо. Кроме того, глава Люберец поделился с сотрудниками предприятия дальнейшими планами по развитию городского округа. А также ответил на интересующие их вопросы. А торжество продолжилось награждением лучших работников вертолетного завода и праздничным концертом. Мария Антонова, Луиза Егия-Зарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий. Субтитры создавал DimaTorzok